здравствуйте дорогие товарищи я благодарю вас за то что вы пишете комментарии за то что вы материально поддерживаете канал мне это очень 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 приятно я с вами общаюсь общение это главное из всего что может быть на свете ну и хочу напомнить о существовании плейлистов потому что продолжаются просьбы показать ту или иную пластинку а бац эта пластинка уже оказывается и была в моих руках и вы ее уже могли видеть посмотреть в плейлисты там очень много всего в частности есть ролик года два назад по моему его делал посвященный группе family одной из моих любимых групп мне очень много любимых групп еще больше не любимых о чем наверно многие не догадываются и всем кажется что я люблю все подряд ну да смотрите плейлисты сколько там уже всего и все мне нравится да но того что мне не нравится в разы больше я вас уверяю я просто не держу дома пластинок который мне не нравится а фэмили это как раз одна из нескольких сотен моих любимых музыкальных коллективов я не говорил вот об этой пластинке посмотрите если интересно там поройтесь есть ролик про фэмили пластинку ферлес если я не ошибаюсь а это первый альбом фэмили music and music and adult house сережа курюхин очень любил этот альбом его любимый из всего что записала группа фэмили мой нет мой нет это очень хорошая пластинка я очень люблю но мне ближе там скажем альбом бэнд стенд почему я не знаю почему не потому что он более роковый что фэмили уже заиграли тяжелый рок но в своем понимании этого определения потому что многим кажется что тяжелый рок это black sabbath и deep apple да но не только фэмили играли тоже тяжелый рок послушайте бэнд стенд я про него собственно рассказал если пока не слушать я его покажу расскажу через некоторое время а music and adult house это пластинка которая стиль который не определить ну вообще не определить потому что здесь столько музыки так много всего здесь наиграно напета на придумано совершенно разных стилях и назвать это каким-то одним определением я не могу просто это удивительная штука и ее можно поставить рядом если у нас на полочке стоит пластинка the pipe or the gates of dawn например группы pink floyd да то ее можно поставить рядышком прямо вот с этим альбом это 1968 год тоже в общем временной промежуток небольшой между выходом этих альбомов и они просто вот вписываются в одну историю хотя абсолютно не похоже на барреттовский пинг флойд похоже разве что обилием мелодий обилием музыкальных идей тоже не люблю вот это вот музыкальные идеи или бежу у них стоит у этой группы столько идей каких идей люди играют музыку какие там идеи никаких идей нет вообще в музыке во всяком случае нету их есть просто музыка которая рождается и фиксируется или не фиксируется но по общему безумию художественному художественно оформленному безумию структурированному хаосу еще надо какие-нибудь определения найти эти пластинки очень похожи и они обе чудо как хороши как пишут в книжках да мне очень нравится послушайте вам понравится наверняка music in a doll's house ну про family что про family все написано у нас сейчас вот собственно говоря вот они family это меня переиздание есть оригинальчик я его не достал с полки английское издание родное тех лет еще старенькая но почему-то я забыл достать с полки ну наверно потому что здесь вкладка которую я хотел показать вот и конечно да про группу фонда родилась она условно говоря в 1962 году группа не помню как называть фолинас по моему называлась группа джона витни гитариста который сопровождал роджера чапмана я вернусь потом к нему да в общем не да а много-много-много-много лет и уже в сольной карьере роджера чапмана тоже участвовал и группа streetwalkers которую чапан организовал после распада family но в общем была группа джона витни состав там меня они играли по клубам ездили по англии гастроли были все в порядке и потом состав менялся 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 пришел туда рик греч замечательный музыкант и пришел тот самый роджер чапман которого я упоминал да только что с диким голосом это один из моих опять таки один из моих самых любимых британских певцов вокалистов орет так что просто ну про него говорили что он может убить маленького зверька на расстоянии там нескольких сотен метров своим криком но при этом орет орет но он еще и поет поет очень хорошо про вокалистов кстати говоря поговорим потом как-нибудь отдельно про локальные диапазоны там вот эту чушь всю которую очень любят муссировать в интернете ах у него какой диапазон у него четыре октавы у него там пять октав то есть это настолько непрофессиональная оценка настолько она вызывает улыбки у профессиональных музыкантов вокалистов когда они читают вот это все проект 4 октавы качество пение не зависит в двух словах сказать качество пения не зависит от количества октав которые певец может взять просто для начала но тембр непотражаемость совершенно у чапмана его вот этот расщепленный голос расщепленный звук вот этот который из него исходит он может и чисто петь и расщепленно да и хрипеть и просто петь и как нормальный вокалист это очень здорово его ни с кем не спутаешь это просто зверь на сцене настоящий хотя выглядит ну настолько непохожим на рок героя лысый полноватый человек в мешковатом костюме все время у него как-то получалось хотя группа да ну вот группа меняла менял состав пришел чапман пришел играть и группа назвали family так и повелось записали они сингл один неудачный который плохо продавался а потом все-таки сменили компанию рекорд компанию и записали первый альбом музыкантиллс хаус который страшно понравился андеграундные публики страшно понравился критикам в англии продавался неплохо по моему даже занял 35 место в списках это очень хорошо 35 место это это очень хорошо то есть это крепкая позиция такая это успех но в америке успеха не было американский рынок как мы знаем это главный рынок музыкальный поэтому не очень все хорошо складывалось однако после музыка на долл хаус еще приличное количество альбомов было записано группа известная ее очень любили в европе в англии ты в россии люди которые слушают музыку 60-х 70-х и узнают очень хорошо я вас уверяю в этом но что касается стиля я уже говорил здесь такое количество всего что очень удобно обозначать ее как прогрессив рок или как арт-рок вот за что я я смеюсь всегда над определением прогрессив рок потому что ну все что угодно туда влезай если не придумать человеку не определить в каком стиле играет группу это будет прогрессив рок просто я поэтому вот все вообще стилевые вот эти определения они настолько притянуты за уши ничего не передаются сути музыки вообще не передает никакой здесь просто сказать что здесь очень сложно все ну это как посмотреть это как посмотреть может покажется сложно если на альбоме 15 песен в каждой из этих песен по нескольку частей они короткие довольно по нескольку частей с разными мелодиями с разными гармониями с разными звуками с огромным количеством студийных эффектов обработок там реверберации флэнджеры и все 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 что возможно было использовать в те годы 68 году все есть все использовано я не знаю ни одной обработки который будет здесь не было тут но при этом все звучит никакого хаоса никакой каши все очень музыкально точно чисто и здорово ну наверное это тогда прогрессив рок да хотя мелодии внятные сыграно все чисто здорово академично и красиво на руджер чапман соответственно вокал гармоника саксофон джон витни гитары джим кинг тенов сопрано саксофон гармоника вокал рик греч бас-гитара скрипка биолончель вокал европ таунсенд гитара ударная перкуссия из самого начала пластинку ставишь и понимаешь что все ты полетел куда-то и либо снимаешь иглу потому что не хочешь летать а хочешь какой-нибудь музыки типа смог он да вот а либо продолжай слушать дальше и продолжаешь летать другого других вариантов нет совершенно да чейс первая пьеса с хоровым запевом странно таким квази оперным и в другую сторону вдруг музыка меняет сразу направление тут такая понеслась история со сложной вычурной мелодии широко очень поет чапман очень интересно и неожиданно вообще все без пауз без пауз вся пластинка идет мэловин грей лирическая крыть крыть красоты неземной песни опять-таки с полетным голосом чапмана куда-то вверху носящимся хотя диапазон у него не широкий это к слову о количестве октав потому что и в двух октавах можно спеть так что будет казаться очень высоко просто разница между самой низкой ноты и самой высокой ноты в двух октавах она довольно довольно большая поэтому кажется когда человек запевает из нижней ноты до верхней это как ух ты боже мой как человек поет да вот так вот послушайте мы ловен грей психоделическая конечно вещь очень очень красивая но но без хаоса без без погружения в какую-то абстракцию очень все выверено очень все точно как у битлз и кстати говоря битлз если вы знаете читали на русский белый альбом почему он без названия чем он просто альбом битлз потому что битлз хотели назвать его долл хаос а фэмили быстрее назвали свою пластинку музыка на долл хаос и битлз ничего не осталось сделать как отказаться от этого названия до продюсировал альбом ник мэйсон из группы трафик с которыми дружили очень музыканты фэмили и составы их пересекались впоследствии некоторым образом трафик в те годы тоже были общем группой такой погруженный в психоделическую музыку отдельно про них расскажем поэтому продюсерская работа здесь дала свое здесь вот это все вот этого всего и работа с обратной записью и эффекты с торможением и ускорением ленты магнитофоны на которые идет запись все здесь присутствует в полной мере а продюсировать изначально должен был джимми миллер но он был занят работой с группой the rolling stones записи альбома biggers банкет поэтому мэйсон справился какой виник дэйв мэйсон господи что это этих мэйсонов как как собак нет дэйв мэйсон конечно что я несу да про группу трафик отдельно потом поговорим never like this после mellow and grey опять около оперные около какие-то какие-то вот не классическая пение не фраз классических здесь нет и группа family не вошла в обойму так называемых вот этих групп играющих арт-рок и она очень отличается от дженесис отъезда от им свой компонент потому что они никогда не использовали фраз классической музыки никогда не опирались на наследие вот этой европейской классики не цитировали ничего никогда играли свою совершенно музыку поэтому люди так вот арт-рок это когда вот это вот эмерсон до картинки с выставки или там все остальное да а это что это какой-то там это не исключает сложности фантазии качество музыки на самом деле мимо и френд драматическое пение вдруг начинается драматическая какая-то душераздирающая песня который переходят у winter прекрасный психоделический а-ля beatles какой-то даже такой номер old song new song и дальше хэй мистер полисман на второй стороне ну кажется совсем уже куда-то в простоту в какую-то хотя тут и саксофоны и струнные и все это очень прописано обработано безумно красиво и сложно и вот и как бы хочется сказать что и арт-рок да а с другой стороны вроде и фолк вроде и джаз вроде и просто рок ролл и как ты поэтому и не определишь что это такое но дико интересно с и тру windows в сторону безумия мы пошли уже писав mind в раздерганная песни из кусочков вокальных собрано но цельная вот что интересно очень здорово и слушать вояж дальше уже просто какая-то психоделия чистая с голос над виолончелию парит и поют внятную точную красивую мелодию the breeze восточные дела без восточных дел невозможно было в 68 году в англии выпускать пластинку любой человек уважающий себя играл восточные композиции и 3x time 3x time финал просто умопомрачительный с не с джемом даже в конце раз прописанными партиями группа зарубает вот фэмили music and the house я пошел пить